В эфире программа «Крупный план». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня «Крупным планом» в нашей студии Анатолий Чурин, кандидат в депутаты Законодательного собрания Кировской области 6-го созыва, руководитель областной системы образования с 1988 года по середину 2015-го. Анатолий Михайлович, добрый день. Добрый день. Напоминаю нашим слушателям о том, что в этих выборах в Законодательном собрании Анатолий Михайлович участвует от партии КПРФ. В прошлой нашей передаче «Крупный план» мы посвятили предложениям коммунистов в сфере образования, подробно о чем поговорили. Ну а сегодня мы хотим сосредоточиться на основных программных моментах, моментах коммунистической партии. Я думаю, что вот так в доступной форме через радио донести до избирателей эти вещи будут очень полезны. Ну кому-то, возможно, агитационные материалы не попадутся в руки. А тут по радио, пожалуйста, из уст Анатолия Михайловича можете услышать. Итак, сегодня мы в рамках передачи сосредоточимся на национализации, на экономической составляющей, сфера индустрии, сфера сельского хозяйства и, наконец, сфера налогов и денег на развитие различных сфер. Вот такие основные моменты предложения коммунистической партии. Да, но я хотел бы, прежде всего, сказать о том, что в стране существует несколько десятков политических партий. Сделано это не случайно для того, чтобы как-то рассенуть голоса. Принцип старых, как мир, принцип «разделяй власт», продолжает действовать. Поэтому, видимо, так сказать, и это сегодня используется для того, чтобы сохранить власть той политической силе, которая сегодня у нас руководит страной. Так вот, среди этих партий только несколько партий имеют свои программные документы, которые позволяют сделать вывод о том, что они хотят предложить избирателям. Но вот единственная партия, которая не просто имеет программу, а имеет целый ряд, более двух десятков документов, которые проработаны для того, чтобы понять, как будут развиваться отдельные сферы нашей жизни, социальной, экономической жизни, имеет только Коммунистическая партия Российской Федерации. Я вот назову, называется, основная программа называется в партии «Десять шагов к достойной жизни». Затем есть очень солидная программа «Десять шагов к обеспечению продовольственной безопасности страны». Затем программа развития пенсионного обеспечения, программа «Молодежная программа» и ряд других программ, которые, в общем-то, дают возможность понять, что же предлагает партия. Причем интересно то, что у партии не просто программные такие документы, а в каждой программе проработан уже целый пакет законопроектов, которые в случае, если партия придет к власти, могут сразу начать, так сказать, действовать и реализовывать те конкретные планы, которые предлагаются. Поэтому вот сегодня я хотел бы просто остановиться на самых важнейших моментах, которые предлагают коммунисты в случае, если они придут к власти. Так вот, одним из самых первых и очень важных шагов, которые предлагаются, это, конечно, провести в стране национализацию. Прежде всего, национализация... Да, я хочу сказать как раз о том, что национализацию прежде всего провести нефтяной и газовых отраслей. И только вот эта мера, по мнению специалистов, позволит сразу стране найти около трех триллионов рублей. Причем дальше национализировать все ключевые банки, электроэнергетику, железные дороги, системы связи, предприятия ВПК, и тем самым будет создан очень мощный государственный сектор экономики, что сразу же снизит зависимость России от иностранного капитала, поскольку сегодня доля иностранного капитала и доля тех зарубежных компаний, которые владеют уже различными, так сказать, экономическими отраслями, и в том числе предприятиями нашей страны, составляет 75%. По сути дела, это уже сегодня означает то, что страна находится в некой колониальной зависимости от иностранного капитала. Поэтому вот если это будет сделано, то тогда, конечно, доля или зависимость, это будет, так сказать, постепенно сойдет на нет, и в то же время национализация позволит наконец-то планово развивать нашу экономику, не просто на какие-то краткосрочные периоды, а в стратегическом плане планировать развитие страны на более отдаленную перспективу. Поэтому вот мы считаем, что это очень важный момент, который позволит стране стать на ноги. Второй очень важный момент, который сегодня также предлагается Коммунической партии, это восстановить экономический суверенитет и защитить страну от финансовых, так сказать, поползновений со стороны Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Это связано с первым полу. Да, это близко, поскольку деньги... Экономическая безопасность. Да, да. И вот на сегодня фактически государство не контролирует банковскую систему. Что это дает тем, кто пользуется этими моментами? Это, прежде всего, позволяет вывозить из страны огромные средства, огромные капиталы. Так вот, за последние 10 лет страна потеряла почти 40 триллионов рублей, то есть три годовых бюджета. Эти деньги вывезли за пределы России, и это тоже, так сказать, влияет на развитие в целом. Но кроме этого, страна вступила, долго стремилась, наконец-то вступила в ВТО. Так вот, только буквально за 4 года, которые мы находимся в этой системе, в этой организации, страна потеряла 800 миллиардов рублей. А косвенные потери, еще плюс к этому, оцениваются 4 триллиона рублей. Таким образом, если бы все эти деньги работали в России, то о какой, так сказать, нехватке средств могла бы идти речь? А конкретная задача выхода из ВТО ставится, не ставится? Да. И партия как раз говорит о том, что если, так сказать, удастся прийти к власти, то это будет укреплен экономический суверенитет, и будет решен вопрос о выходе из ВТО. То есть, таким образом, страна сбросит с себя вот это, так сказать, ярмо в зависимости от иностранных, так сказать, компаний, от иностранного капитала. С другой стороны, сегодня, конечно же, самые главные претензии, которые ставятся нынешнему правительству, что оно не хочет развивать собственную экономику. Есть для этого средства, но экономика не развивается. Поэтому партия ставит задачу провести в стране новую индустриализацию. За годы 1991 года... Да, сложная задача, на мой взгляд, новая индустриализация. Да, новую индустриализацию. За 25 лет, что прошли с начала 90-х годов, в стране, по сути дела, были приватированы все крупнейшие предприятия, все крупнейшие отрасли. Так вот, потеряно за этот период 80 тысяч предприятий. То есть, они работали когда-то, они давали, так сказать, доход в стране, и 80 тысяч предприятий просто-напросто сегодня не существует. Они либо исчезли, либо переформатированы. Они практически все перестали работать. И все разрушены. Да, они разрушены. То есть, они разорились, разрушены и так далее. Поэтому вот это сегодня как раз говорит о том, что нужно провести новую индустриализацию, создать новую индустрию, современную промышленность на основе новейших технологий. И партия предлагает, прежде всего, сосредоточить усилия на том, чтобы создать микроэлектронику, робототехнику, станкостроение. Только эти вот отрасли позволят вытянуть всю остальную нашу и промышленность, и сельское хозяйство, и создать условия для дальнейшего развития. А деньги, я так понимаю, с той же национализации? Да, а деньги, конечно, с той же самой национализации, деньги, так сказать, которые сегодня мы тратим на различные вот эти организации, в которых мы состоим и так далее. То есть, деньги здесь даже, наверное, не самое главное. Главное принять вот такое решение, чтобы оно позволило снизить зависимость страны от иностранного капитала. У партии есть очень хорошая программа развития села. Вот сельское хозяйство в свое время, а еще в российской, в РСФСР, это была очень одна из самых мощных индустриальных сфер, она давала значительную часть экономического потенциала стране, и сейчас, за последние годы, фактически, эта сфера оказалась очень в тяжелом состоянии. Но коммунисты традиционно уделяют сельскому хозяйству большое внимание. Да. 50% всего сегодня продовольствия страна завозит из-за рубежа. Причем и качество этого продовольствия явно не того, которого мы желаем. Поэтому треть пашни в стране оказалась запущена, она поросла бурьяном, и это надо все вернуть. Это надо все, так сказать, пустить в развитие. И партия предлагает повернуться лицом к сельскому хозяйству и 10% всего внутреннего валового продукта направлять на развитие села. В какой форме сельское хозяйство? Сельское хозяйство... Должно существовать. Существовать. Упор делается на крупное сельскохозяйственное производство и кооперацию. Причем партия говорит, что нельзя забывать мелких производителей, это крестьянские подворья, фермерские подворья. Их надо поддерживать. То есть фермерам есть место, да? Да, есть. Их нужно поддерживать, им нужно уделять, так сказать, больше внимания, давать льготные кредиты и так далее, чтобы они могли. Ведь самое-то главное для них конкуренция, выйти на рынок. Без этого, так сказать, они ничего не сделают. Поэтому партия предлагает помочь этим хозяйствующим, так сказать, субъектам, с тем, чтобы они могли свою продукцию довести до рынка и продать по выгодным ценам, получить от этого соответствующую прибыль. Таким образом, вот этот раздел программы, он очень важен и нужен для дальнейшего развития. Дальше очень момент интересный. Правительство, как я уже много раз говорю, жалуется на то, что у страны сегодня нет денег для дальнейшего развития. Но вот что интересно. Сегодня по данным, так сказать, тех, кто тоже, Росстата и так далее, в резервном фонде Российской Федерации или фонде национального благосостояния находятся 33 триллиона рублей. И фактически из этих 33 триллионов рублей деньги не тратятся на внутреннее развитие, а деньги тратятся за рубежом на поддержку наших соперников, на финансирование даже многих, так сказать, программ, которые идут за рубежом. И это очень обидно, что мы вот сегодня на себя не тратим, а тратим на других. Причем сегодня страна не может даже развивать такие очень важные для нас отрасли, как транспорт. Посмотрите, у нас авиация. Авиация, внутренняя авиация, по сути дела, ликвидирована. У нас не стало внутренних рейсов. Мы, так сказать, не можем... Внутри региона вы имеете в виду? Да, не только внутри региона. Ну да, внутри региона. В том числе внутри региона, да. Вспомните, в свое время, даже внутри нашей Кировской области, да, можно было легко добраться, поскольку тогда дорог не было, и тем более. Значит, сейчас этого нет. Речной транспорт. У нас была мощная артерия, речная артерия Вятка, которая позволяла значительно экономить средства на перевозке грузов разного рода, особенно топлива в весенний период. Сегодня Вятка не работает, она стоит. То есть нужно вернуться к этим, так сказать, отраслям и добиться, чтобы они тоже развивались. И поэтому здесь еще есть одна проблема. Это проблема какая? Сегодня большинство всех субъектов Российской Федерации живут уже в долг. То есть всего, говорят, 9-10 примерно субъектов, которые живут за собственный счет. И, соответственно, могут позволить себе расходовать деньги на свои внутренние развития. А остальные 70 с лишним субъектов, они не могут себе этого себе позволить. И поэтому, как бы так сказать, многие из них уже закредитованы почти, так сказать, наполовину от того, что они имеют собственные доходные части. Это очень опасная штука, потому что не могут выполняться социальные обязательства, нет развития. И вот партия предлагает отказаться здесь от чего? Ведь сейчас федеральный центр дает коммерческие кредиты. А партия предлагает давать, отказаться от коммерческих кредитов. Но я имею в виду по коммерческой ставке? Да. И дать замену коммерческим кредитам дотаций и субвенций из федерального бюджета. То есть помогать не просто затем требовать возвращения этих средств, а помогать на развитие уже из федерального бюджета в виде дотации и субвенций. Это, конечно, было бы правильно, и тогда субъекты могли бы постепенно, если еще будут реализованы все те мероприятия, которые я сказал вначале, они, конечно, позволят субъектам федерации значительно легче пережить вот эти трудные годы. Ну и, конечно, очень обидно то, что сегодня экономика нашей страны находится на 95-м месте в мире. Это небывалый результат, потому что Советский Союз всегда лидировал и занимал второе место по экономическим показателям, а сегодня Россия откатилась на 95-е место. Мы занимаем 91-е место в мире по уровню жизни. Рядом с нами Лаос и Гватемала. Ну вот представьте этот Лаос и эту Гватемалу, которые можно... ...короссальная разница, а уровень жизни одинаков. Это вообще, конечно, край. И поэтому так хозяйствовать, так руководить экономикой, это просто сегодня уже преступно. И дальше позволять мы себе такое просто не сможем. И тем более это требует изменения всей той парадигмы, которая заложена на экономическое развитие. Ну и хотелось бы также отметить о налогах. Вот нам говорят... Да, налоговая система, конечно, тоже очень важный элемент. Сегодня налоговая система выстроена очень своеобразно. Она защищает, прежде всего, конечно, крупных, так сказать, и богатых финансистов, капиталистов. А народ от этих налогов только страдает. У нас получается уже, собственно говоря, как по той книжке Джани Радари «Приключения Чаполина». Народ скоро будет платить за воздух и за осадки. За простой дождь 100 лир, за дождь с грозой 200 лир, за дождь с грозой 300 лир и так далее. То есть вот примерно мы к этому с вами двигаемся. Так вот, не хотелось бы, чтобы это продолжалось. И Компартия предлагает отказаться от такого налога, как НДС. Налог на добавленную стоимость. Да, налог на добавленную стоимость. Он, как говорят специалисты, значительно раскручивает инфляцию, и надо от него избавиться. Его еще называют одним из подталкивающих к коррупции. Да, это одна из коррупционных стоящих. Причем, самое-то интересное, что ни в Соединенных Штатах, ни в других западных странах налога не существует такого. И не существовало налоги в СССР. Его тоже не было. Поэтому вот если бы за последние, если этот налог будет отменен, то тогда, конечно, экономика значительно оздоровится. За последние годы выросли налоги на такие, как на имущество, налог на землю. И вы знаете, что сейчас уже приняты решения о том, что все это будут налоги эти взиматься по кадастровой стоимости. Это очень несовершенная сегодня система определить кадастровую стоимость. Даже не рыночную стоимость, а кадастровую стоимость. Причем кадастровая стоимость оказывается в несколько раз даже завышена, чем рыночная стоимость и население. Вот эксперимент проходит в 28 регионах. Скоро он докатится и до нас. Тогда, я думаю, что почувствуем, сколько же мы будем платить за ту же самую квартиру, за тот же самый участок земли, которым, так сказать, располагаем. Это серьезные вопросы. И поэтому партия предлагает их немедленно отменить сразу же. Вот эти изменения или вообще налоги на имущество? В НДС отменить налоги, значит, на имущество и на землю. Отменить. Да. Упразднение налогов, конечно, вызывает, так сказать, вопрос, а чем же их компенсировать? Да. Как выполнять бюджет. Да, в этой ситуации компартия предлагает ввести прогрессивный налог на доходы населения. То есть, если сегодня 13% он составляет, и он берется со всех одинаково, то партия предлагает с имущества, с крупных, так сказать, владельцев брать совершенно другую сумму, а с населения, у которого денег и так не хватает, отчасти даже наиболее беднейшие слои этот налог вообще отказаться от этого налога, и уменьшить для тех, кто мог бы, так сказать, его оплачивать. То есть, планируется ввести некую градацию? Да, шкала, шкала, которая... Выше которой процент будет увеличен. Да, если, допустим, ты имеешь доход выше суммы, там, миллиона рублей, значит, и год платит, соответственно, еще больше. Ну, этот налог существует во всех странах, и крупных, криптовалюстических странах. Ну, это да, характерно для Запада, да. И поэтому, так сказать, это только восстановление той справедливости, которая должна была бы быть давным-давно уже, так сказать, достигнута. Ну, и, конечно, здесь еще один очень важный момент, который предлагает партия. Мы могли бы получать сегодня серьезные доходы, которые уплывают и растворяются, так сказать, в общем. Это если мы вернем введение государства, производство и продажу спиртосодержащих веществ. То есть, речь идет о госмонополии. То есть, ввести о госмонополии на продажу виноводочных изделий. Это много раз предлагалось, но, кстати, это так и не реализовано до сегодняшнего дня, и партия предлагает сразу же это дать, вот, ход этому проекту. Бюджет страны, вот, за эти, только от этих решений, он даст более, свыше трех триллионов рублей. И поэтому все эти деньги можно пустить также на развитие. Мы подробно, как вы уже сказали, говорили про образование. Там тоже много предлагается изменений. Не менее... Я думаю, можно напомнить. Да, самое главное, что страна должна отказаться от той антинародной политики в области образования, которая проводилась на протяжении последних 20 лет. И самое главное, что сегодня большое внимание уделяется тем, кто там работает этой отрасли, людям, учителям. И, как я уже говорил, партия предлагает приравнять по пенсионному распечению учителей к госслужащим, установить или, по сути дела, возвратиться к старой шкале оплаты труда. Это установить единую для всех ставку часов, это 18 часов недельных, и единую оплату повсеместно за эти часы для конкретной категории учителей. Поэтому это было бы очень здорово, поскольку сегодня как раз экономическое положение учительства, оно очень, так сказать, ущербно. И если партия сумеет это сделать, то я думаю, что учителя совершенно будут по-другому. Но самое-то главное, что это позволит нам привлечь учителей, молодежь сюда привлечь, и обеспечить смену поколений, потому что в школе сегодня не хватает молодежи очень серьезно. Далее, что бы я хотел отметить еще? Ну, прежде всего, в партиях много внимания будет уделять внешней политике страны. Об этом тоже нужно, безусловно, сказать, потому что многих сейчас интересуются. На кого ориентирована наша страна? На дружбу с Востоком, с Западом? Внешней политике... Остро стоит, конечно, вопрос. Ну, коммунисты, прежде всего, считают, что страна должна защищать свои национальные интересы. И то, что сегодня внешняя политика России, она непоследовательна, это как раз сегодня очень заметно, поскольку, видимо, экономическая мощь не позволяет нам отстаивать некоторые свои позиции на международной арене. И в связи с этим, если сегодня экономический потенциал страны будет укрепляться, появляются новые возможности, и страна будет более обстоятельно, так сказать, работать на внешней арене. Прежде всего, конечно, партия настроена на то, чтобы установить очень тесные отношения с теми народами, которые находились в составе Советского Союза. Это первый момент. Наши ближайшие соседи. Да, это наше ближайшее зарубежье. С ними нужно вести, так сказать, серьезную такую работу, с тем, чтобы эти страны стали дружественными. К сегодня мы, к сожалению, видим, что... Но, слава богу, некоторые из них сохранились отношения хорошие. Тот же Азербайджан, например. Хотя там тоже много вопросов. Ну, по Азербайджану, по Армении. В целом, вроде бы... Ну, пока да, пока да. Но уже сегодня мы видим, что они, так сказать, колеблются. То ли Турция, то ли Иран, то ли, так сказать, еще какие-то союзники могут появиться. Нам нужны, конечно, более прочные связи. Нужно единое экономическое пространство. И вот над этим партия предлагает работать. Конечно, партия считает, что большой очень просчет был допущен в отношениях с Украиной. По сути дела, мы сегодня позволили Украину оторвать от России. Хотя это не то, что братский народ. Это, по сути дела, та же Россия, только, так сказать, в уменьшенном состоянии. Это тот же русский народ. И сегодня он переживает вот такой глубочайший кризис. Поэтому для нас это очень важно, что партия будет уделять этому внимание постоянное. Ну и, конечно, еще одно очень важный момент. Это то, что партия поддерживает сегодня политику президента на укрепление вооруженных сил страны. И отмечает, что за последние годы именно в перевооружении страны создание более мощной армии сделано немало. И нужно этот процесс, так сказать, развивать и дальше. Нужно поддерживать своих соотечественников за границей, поскольку русский народ оказался самым разделенным сегодня народом. Почти 30 миллионов живет за границей. И многие из них до сих пор не пользуются основными гражданскими, так сказать, правами и свободами. Поэтому их нужно поддерживать. И в то же время ввести работу на развитие отношений с другими капиталистическими странами. То есть страна не должна быть закрытой. Она должна постоянно работать со всеми и быть открытой для всего мира. Это основная, так сказать, позиция коммунистов сегодня. Ну и последнее, о чем можно было бы сказать, это то, что программа КПРФ очень серьезно предусматривает очищение, так скажем, нашей, так сказать, атмосферы в стране. Ведь посмотрите, сегодня наши средства массовой информации, я имею в виду телевидение, прежде всего, они забиты, скажем, таким низкопробным нехудожественным материалом. Материалом. Да, это сегодня проповедоваться пошлость, цинизм. Вот от этого нужно избавиться. Нужно возрождать подлинную культуру, которая располагает, великую культуру, которую располагает наш народ. И сделать все, чтобы страна в этом отношении была гораздо чище. Поэтому, если бы сегодня избиратели оказали доверие партии и не были бы доверчивыми, поскольку наш народ очень доверчив. Он верит, когда ему говорят, говорят о многих и многие обещания дают. Сегодня, по сути дела, обещания дают все. Но вот если мы посмотрим на те дебаты, которые проходят на телевидении, то мы увидим, что, к сожалению, теледебаты зачастую превращаются в некие такие скандальные истории, нападения друг на друга. Депутаты не предлагают что-либо будущие депутаты от различных партий, а начинают нападать друг на друга, вытаскивать какие-то, так сказать, истории неприятные. Простите, но петушиные бои. Да, вот это очень неприятно видеть на экране, когда люди идут на такой ответственный шаг. Ведь 18 сентября, по сути дела, будет решаться не их личная судьба, а судьба всей страны. Поэтому в этом отношении я всегда удивляюсь выдержке и терпению Зюганова Геннадьевича. Он не может за 30 секунд высказать огромную массу информации, которая сегодня имеется у него в этих программах и так далее. Поэтому получается, что одни пиарятся, нападая друг на друга, а компартия сегодня могла бы рассказать очень многое, но фактически для этого нет условий. Так построены эти теледебаты. Поэтому я обращаюсь к избирателям, к нашим землякам. Нужно очень хорошо подумать. Нужно еще раз внимательно. Все материалы доступны. Почитайте, посмотрите. Взвесьте. Я думаю, что наш народ достаточно взвешенный и трезвый. И выберите, сделайте правильный выбор. 18 сентября 2016 года. Голосуйте за КПРФ. Номер 12. Спасибо. Анатолий Чурин, кандидат в депутаты законодательном собрании Кировской области 6-го созыва от Коммунистической партии, руководитель областной системы образования с 1988 года по середину 2015. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо.